итак здравствуйте всем я костюков сергей присел инженер компании пиматика по направлению mail сайт по виде наблюдения сегодня вам представлю айпи камера актуальную линейку вот и расскажу отличительных способностях этого оборудования прошу если меня слышно хорошо плюсики плюсиками отметиться ну что ж если все слышат проблем нет то начнем итак прежде всего я хотел бы рассказать о компании mail сайт эта компания из китая вот у нее есть представительство в корее и сша вот принципе она достаточно большая компания существует 2014 года вернее существует у нас в россии представлена с 2014 года представительств по всему миру достаточно много охватывает более 80 стран занимаются они сами разработкой и производством систем видеонаблюдения основанных на высочайших качественных компонентах вот и и имеющие свои и оснащенный по последнему слову на технике то есть это самое современное с оборудование на рынке видеонаблюдения да рынок видеонаблюдения достаточно насыщенный и удивить кого-то достаточно сложно но тем не менее представляя качественное оборудование на рынке и давая гарантию до пяти лет на свою продукцию мы достаточно активно внедряемся в рынок видеонаблюдения в том числе и в россии компания mail сайт обладает собственным производственным центром вот сборка разработка все это заключается в рамках одной компании что примечательно обладает высокой степенью надежности оборудования и процент брака заявленный менее 0 71 процента что касается практики действительно процент брака очень маленький за всю историю нашей компании обращений по гарантийным случаям были единицы вот оборудование при этом заменялось в течение срока гарантийного на новое принципе там действительно показатель качества компании есть свой аэроди центр вот он представляет достаточно больше большую часть персонала вот это инженеры инженеры разработчики тестировщики о чем это можно говорить о том что под какую-то необходимость под проект мы можем довести оборудование до каких-то там требований от заказчика соответственно если речь опять же говорю идет о проекте то можно силами команды специалистов добиться превосходного результата в том числе и выполняя требования ранее не заявлены вообще чем характеризуется камеры компании mail site что из самых основных особенностей это ультра низкая освещенность по всей линейке продукции независимо от того какой серии принадлежит камера это мини камера или это профессиональная поворотная камера все они в своих характеристиках имеют атакую особенность светочительность порядка одной тысячи люксом режиме о чем-то говорит о том что мы можем получить цветное качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности близкой к ночным сделается это за счет использования передовых разработок компаний sony в основном применение высококачественных сенсоров современных ранее это были а и мы с 290 и идем в ногу со временем появляется в нашей линейке 385 и микс 307 а и микс и так далее что еще за интересных особенностей в камерах может заинтересовать непосредственно клиента это это расширенный динамический диапазон здесь он может достигать до 140 децибел то бишь что такое в принципе это способность данном случае благодаря матрице выравнивать освещенность внутри кадра в высококонтрастных сценах или сценах с встречным освещением и перед передавать цвета истинные это очень хорошо может быть заметно в таких помещениях как гаражные или помещения офисных напротив окон случае установки камер напротив окон вот в этом случае за светки практически не будет случае если есть какой-то яркий источник света эта функция позволит работать и показать ровную качественную картину выполняется это функционал как я уже говорил за счет применения матрицы матрица путем двойного сканирования формируют суммарное изображение благодаря чему изображение у нас выходит в удобоваренном формате что у многих конкурентов к сожалению не выполняется также компания mail site своей продукции используют современные технологии кодирования года каши 2065 с индексом плюсик собственной разработки позволяет сократить ресурсы на создание систем видеонаблюдения в каком плане то есть благодаря высокой эффективным кодированию которые по сравнению с 264 кодеком выигрывает порядка 70 80 процентов мы можем при том же количестве камер использовать регистратор с меньшим количеством жестких дисков соответственно уменьшается затрата на хранение также мы можем использовать низкоскоростные сети благодаря тому что принципе нам нет необходимости для высокого качественного изображения применять высочайшие битрейты и тому подобное то есть достаточно интересное качественное решение вам у многих производителей она уже имеется вот выступает как одно из преимуществ в линейке камер есть камера сверху высокого разрешения это 8 мегапиксельные камеры 4k и 12 мегапиксельные камеры что дает такое большое количество мегапикселей она дает возможность осуществлять видеонаблюдение с высокой детализации причем детализация это будет явно заметно в случае приближения изображения цифрового на каком-то там удаление то есть что можно сделать мы можем одной камерой перекрыть достаточно большое поле зрения и благодаря этому получить качественное изображение опять же только одной камерой воспользоваться поздно заворачившись камерах маял сайт применяется технология smart и r2 это технологии технологии интеллектуальной инфракрасной подсветки чем заключается смысл этой технологии том что камеры применяются светодиоды с различным углом направленности и программное обеспечение которое регулирует уровень освещенности автоматическом режиме таким образом мы можем получить качественно освещенное поле зрения камеры путем автоматической настройки и при этом если будет объект подходить ближе к камере то мы не засветим область обзора инфракрасным освещением она автоматически корректируется также можно корректировать инфракрасное освещение в ручном режиме эта функция позволяет сделать это много со временем идут многие производители и у всех уже имеется какая-то аналитическая составляющая в камерах маял сайт в том числе представляет свои модели видео аналитики которые позволят решить какие-то задачи которые не способны решить просто камеры виде наблюдения на данный момент мы имеем 8 модель аналитики буквально в этом месяце было анонсировано появление еще двух моделей что это за модель это вход и выход из зоны это пересечение линии праздно шатания что такое праздно шатания это модель позволяющая сигнализировать о наличии движения в определенной выделенной области или же или просто нахождение какого-то объекта в этой области сверх положенного времени детекция человека подсчет посетителей детекция воздействия на камеру то есть отворот закрытие объектива расфокусировка и расширенная детекция движения дополниться они двумя моделями это детекция предметов внос и вынос но пока официально и и нет просто как анонс об этом скажем 8 модели аналитики они в базе уже камере есть остается только их активирует да это активация на данный момент опциональная но тем не менее для решения некоторых задач допустим в каком-нибудь магазинчике для посчета людей входящих выходящих это может быть достаточно интересно применение в камеры с вариофокальными объективами могут быть как с регулировкой диафрагмы по дисси так и с регулировкой диафрагмы по ирис что дает нам такая функция как по ирис разработанная компанией аксис и кого технология позволяет увеличить глубину резкости изображения то бишь если случае обычной камеры мы фокусируемся на определенную дистанцию зона находящийся ближе или дальше от точки фокусировки она в расфокусе находится благодаря регулировке благодаря применению этой технологии по всей практически глубине поля зрения у вас будет достаточно качественное четкое резкое изображение где это можно применять это применяется в основном в случаях когда камера установлена вдоль какого-то периметра или наблюдается каким-то удаленными или протяженными территориями в этом случае найдет свое пользу применение также в двух мегапиксельных камерах реализована повышенная частота кадров на данный момент 60 кадров в секунду опять же до конца этого года будет реализ по поводу 90 кадров в секунду что еще интересного можно подчеркнуть из камер моего сайта это смарт смарт-птз детекция движения что это такое это функционал для поворотных камер который позволяет выделенные области при наличии движения до повернуться в сторону движения вот соответственно наехать зумом на него на эту область и таким образом просигнализировать отметить зафиксировать нарушителя который в этой области должен был появляться технология плагин плей что это такое оборудование mail сайт из коробки можно просто подключить в коридор регистратору без каких-то дополнительных настроек вы получите полностью готовую систему то есть просто непосредственно соединить оборудование между собой включите сеть и вы уже получаете полностью рабочую систему и один одна из главных особенностей компании mail сайт оборудование компании mail сайт на рынке это поддержка технологии сип и войн что это такое многие наши клиенты уже знакомы с этой технологией ip телефония шагнула в практически каждый офис нашей стране как так же как и за рубежом благодаря наличии этой технологии мы можем предложить дополнительный функционал такой как в случае наступления какого-то события получить тревожный звонок на ip телефон если он обычный без функции видео то получить соответственно какое-то звуковое оповещение то есть можно будет снять трубку и послушать что происходит данный момент в месте где такая установлена если у вас имеется видео телефон то можно получить опять же тревожный звонок самой камеры автоматическому режиме по наступлению какого-то события заранее запрограммированного или же непосредственно с телефона позвонить на камеру и посмотреть что происходит в этом помещении или вместе вместе установкой камеры то есть промониторить ситуацию да это хорошо работает в рамках офиса но это только офисом не ограничивается это можно применять также и вне офиса полгаря настройкам айпер тс таким образом звонок с камеры просто перебрасывается на мобильного момента и на удаленного абонента и также вы можете послушать или посмотреть видео непосредственно с камеры есть возможность интеграции с системами у нас есть несколько проектов с нашими с нашими партнерами где камеры успешно реализуются успешно применяются в VKS системе ну и более подробно о нескольких линейках камер сегодня я вам расскажу о камерах серии мини и камерах серии про расскажу в основном как в основные отличительные способности особенности вот не будем сегодня затрагивать панорамные камеры и поворотные камеры они я расскажу в следующий раз поэтому начнем и так айпи камеры серии мини представлены в разных форм-факторах это купольные камеры и цилиндрические камеры что значит мини в обозначении серии мини означает миниатюрная камера видеонаблюдения основной задачей которых является средств на съемка объекта видеонаблюдения отличительные особенности от серии про я расскажу немножко позже итак одна первая камера которая скажу это купольная камера красной подсветкой вот она у нас здесь есть что интересного есть в этой камере прежде всего из особенностей это применение ее только помещениях это такое небольшое ограничение связано с чем с тем что у нее нет защитили ip67 тем более и к она достаточно просто разбирается как у нас показано на слайде подключается питание непосредственно в разъем расположенный в корпусе камеры кабель может подключен быть несколькими путями заведем сбоку через специализированные отверстия или же через отверстие внизу в основании камера это достаточно упрощает монтаж применение опять же она в основном в помещениях в камере про красный присутствует инфракрасная подсветка инфракрасный светодиодов какой можете заметить не видно невооруженным глазом они скрыты про красный анти отражающей панелью черненькой для чего она нужна она скрывает светодиоды от посторонних глаз про красной подсветки и при этом она не является препятствием для про красных лучей а примененная в камере технология smart r2 делает эту камеру просто незаменимой в офисных применениях помещениях потому что даже при движении непосредственной близости от камеры вы получите качественное незасвеченное образование в ночном режиме поскольку эта камера была выпущена буквально в этом году в начале этого года и и все все самое современное современные начинки это современный микрофон улучшенный более проработан дизайн в плане теплоотведения предыдущие камеры было замечено что достаточно сильно грелись при этом это не приводило к каким-то проблемам в качестве изображения вот здесь реализовано теплоотведение через конструкцию в основании камеры из еще интересных особенностей этой камеры это достаточно широкий вернее сверх широкий угол обзора при применении камеры с объективом 2 и 8 миллиметра вы получаете угол обзора порядка 124 градусов по горизонтали таким образом одной камерой можно хватить достаточно широкий угол и тем самым сократив количество применяемых камерах помещений если есть необходимость в экономии затрат на организацию системы видеонаблюдения также общая особенность в принципе кукольных камер как я уже говорил о наличии встроенного микрофона карты памяти 128 гигабайт вернее слова для карты памяти 128 гигабайт максимум применение технологии кодирования h265 плюс вот трех позиционное регулирование наклона объектива камера поддерживает он их соответственно по поводу интеграции вопросов практически не возникает камеры свободно подключаются к старых программного обеспечения благодаря поддержке этого протокола из доступных вариантов исполнения камеры 2 мегапикселями 4 и 5 мегапикселями объективы у них все фиксированные 28 32 36 и 6 миллиметров в принципе об этой камере наверное все перейдем к следующей камере это достаточно таки давно существующая версия 29 73 или 44 73 10 73 что она собой представляет это камера вандал защищенная степень защиты и к 10 погодная степень защиты 67 при этом она оснащена светодиодной подсветкой и имеет на своем борту также встроенный микрофон слот для карты памяти регулировку в трех плоскостях как и все камеры отличительной особенностью опять же ее является миниатюрность и то что в этом случае нельзя каким-то образом воздействовать на объектив не раскрутить непосредственно саму камеру то есть объектив всегда защищен от поворота что допустим случае камера предыдущий даже есть она зафиксирована все-таки как бы остается возможность сверхсильное движение отвернуть в сторону отделие это наблюдение камера оснащается интегрирован интегрированным разъемом вот питается она попоя достаточно интересная популярная модель следующая камера это новинка она была анонсирована в конце лета только сейчас она появляется в продаже это купольная всепогодная камера из ее особенностей это с вандала и погода защищенность степень защиты 67 и к 10 при этом камера существует в двух версиях это 2 мегапиксельная 5 мегапиксельная оснащается несколькими вариантами от 2 и 8 миллиметров до 6 регулировка у нее осуществляется также в трех проекциях инфракрасная подсветка также закрыта антибликовой панелью микрофон встроенный достаточно хорошего качества опять же если говорить о качестве микрофонов в камерах виде наблюдения не стоит ждать от них какой-то записи студийного качества особенно на удалении основная задача микрофонов в камерах виде наблюдения это детекция звука в принципе то есть для контроля помещений появление шума или там на производстве на каком-то соответственно возможно применение этих камер для контроля общего звукового фона то есть есть необходима запись непосредственно переговоров в высоком качестве лучше применять выносные микрофоны что еще в этой камере интересного у нас к сожалению нет в данный момент демонстрации но при желании и в скором времени она может появится одна из особенностей это дизайн раскладушка как в левом нижнем углу у нас на сайт на слайде представлена камеру можно открыть непосредственно закрепить на месте установки до проведения линии или же непосредственно уже при подключении нет необходимости полностью снимать камеру демонтировать достаточно снять верхнюю крышку подключить разъем и камера готова к эксплуатации не нужно соответственно как будто партнера передавать серии подержи тем самым снижается возможность повреждения при монтаже оборудования камеры имеется встроенный кондунционный бокс и гермо воды которые достаточно аккуратно выполнены вот и позволяет защитить внутреннее пространство камеры от попадания влаги в принципе в этой камере все следующая камера это аналог предыдущей камеры отличаются они тем что предыдущем варианте у нас возможно были доступны только объективы фиксированные в этой же камере применяется в алюбокальный объектив трехкратный оптический зум при этом все остальные характеристики такие как мандал защищенность были влага защищенность поворот встроенный микрофон дизайн раскладушка про красная подсветка управляемая все это остается на борту еще одним еще одной особенностью этой камеры является то что только в ней в серии мини реализованы дополнительные разъемы для подключения внешних устройств и так теперь перейдем к камерам цилиндрическим первой камеры у нас камера миниатюрная вандал защищенная достаточно интересная модель появилась буквально недавно тоже была анонсирована на летом из ее особенности это сверх малый размер порядка 160 миллиметров полностью она занимает что сравнимо с размерами телефона обладает также самое инфракрасной подсветкой встроенной за инфракрасной панелью антирегуляционный регулировка нее доступна также в трех плоскостях то есть это и поворот и вращение никаких ограничений в этом плане нет 90 градусов она свободно держит поворачивается то есть можно применять различных условиях то есть да не оставить ограничений в этом плане нет питается она попой разъемчик интегрированный вот есть небольшая такая площадка в корпусе камера за этой площадкой скрывается слот для карты памяти ну и кнопка перезагрузки камера оснащается фиксированными объективами тоже различных вариантов и также угол обзора как и у купольной камеры как я говорил составляет порядка ста двадцати трех градусов по горизонтали очень интересная камера по приятной цене при желании можно взять на тест посмотреть попробовать как она выглядит и функционал она доступна в двух вариантах это 2 мегапикселя разрешения и 5 мегапикселя соответственно с различными объективами применяются отличительные особенности ip67 и к 10 защита вот позволяет ее применять места где возможно какое-то воздействие посторонним лицами она это выдержит следующая камера тоже известная многим камерам цилиндрическая она характеризуется также наличием объектива фиксированных инфракрасная подсветка в данном случае предыдущего поколения нет возможности управления но тем не менее в инфракрасной подсветки применяются матрицы светодиоды матричные последнего поколения что говорит о высокой энергоэффективности оборудования высоком сроке эксплуатации оборудования и как если сравнивать допустим с камерами когда первого поколения светодиодов когда большое количество просто усеянное большим количеством светодиодов камера частично бывало не работали выгорали со временем здесь такого за все время эксплуатации не наблюдалось еще ни разу также камера обладает 265 кодеком защитой ap67 были влаги но здесь уже нету вандала защиты которая была в предыдущем варианте цилиндрической камеры еще одна из особенностей интересная это конструктив в отличие допустим от такой простой камера у нее можно выдвинуть кожу для защиты дополнительные от солнца в этой камере это не доступно потому что корпус литой здесь возможно немножко дальше и тем тем самым как вы излишнюю освещенность от каких-то допустим осветительных приборов устранить кабель заводится в эту камеру непосредственно через основание через ножку зафиксируется гермалодом тем самым влага камеру не попадает достаточно интересное решение также популярная следующая камера это вандал защищенная цилиндрическая камера это аналог такой маленькой камеры только уже с парио фокальным объективом из достоинств вандал защищенность и к 10 поливлагозащищенность ap67 модеризованный объектив с автоматической фокусировкой регулировка у нее также в трех плоскостях доступна и что еще интересное имеется опциональный опциональная коробка функционная которая позволит осуществить монтаж кабеля непосредственно в этой коробке и подключение и при этом при обслуживании камеры проблем не возникает крышечку соответственно вместе с камерой на сторону совершили какие-то манипуляции закрыл все на том же самом месте в этом варианте у нас кондукционные боксы металлические применяются проведение соответственно воды кабельные также прорезиненные полностью влагозащищенная влагозащищенный корпус и теперь перейдем к камерам серии про куполь камера серии про также вставляется в нескольких видов форм-факторах это купольные камеры цилиндрические камеры и корпусные или бокс камеры что можно интересного узнать о функционале этих камер она имеет уникальный дизайн раскладушку как я уже говорил в одном из камер нескольких камер серии мини она позволяет закрепить непосредственно камеру на месте установки и осуществлять монтаж или какое-то обслуживание непосредственно не снимая с места установки камера камера может быть оснащена как встроенным разъемным кабелем также соответственно может подключаться непосредственно разъем который внутри корпуса у нас имеется в отличие от камер серии мини в камерах серии про есть разъемы контактные по одному входу и выходу а также аудио выход присутствует в этой камере регулировка у нее считается также в трех плоскостях объективы вариофокальные в трех вариантах это 2 и 8 миллиметра по 8 12 3 10 с половиной и 722 722 это такой достаточно редко применяющийся объектив но тем не менее он доступен он характеризуется тем что у него достаточно узкий угол обзора и применяется в основных основном местах где требуется наблюдение за удаленным объектом и в отсутствие возможности или целесообразности возможности установки камеры непосредственной близости вот этого объекта камера может комплектоваться дополнительным куполом опциональным который затемненным куполом который соответственно позволяет скрыть камеру угол обзора камеры вот за своим затемненным кожухом камера оснащена инфракрасной подсветкой управляемый что позволит осуществлять наблюдение в том числе и на улице вандала защищенность защита от пыли и влаги а также достаточно интересный способ ее крепления допустим правом верхнем углу вы видите пластину на которую крепится камера может крепиться камера непосредственно сама пластина закрепляется и потом наворачивается уже основание камеры достаточно интересная популярная модель она получила развитие буквально в этом году была выпущена камера 2872 в ней применяется сенсором а и мекс 385 это самый большой сенсор в линейке компании мая сайт он обладает светочувствительностью одна тысячная люкса в цветном режиме получаемое изображение наивысшего качества плане освещенности минимальные требования в общем это интересная такая проектная камера доступна при необходимости соответственно так а следующая следующая камера цилиндрическая цилиндрическая цилиндрические камеры имеются в трех видах это обычная простая цилиндрическая камера из ее достоинности это защита ip67 и как 10 варим фокальный объектив наличие различного рода разъемов контактные группы входы аудио видео про красная подсветка еще интересное дополнение в корпусе этой камеры это наличие птфе мембраны что такое птфе мембрана это мембрана которая не позволяет поступать попадать внутрь корпуса камеры влаги пыли или каким-то твердым частицам то есть камера защищена от внешних воздействий при этом у нее обеспечивается внутренняя вентиляция то есть нужная циркуляция воздуха где это может быть интересно это может быть интересно допустим случаях когда имеется большие перепады по температуре днем и ночью обычная камера применяем в этих условиях в скором времени достаточно сильно истощить ресурс уплотнителей защищающих от пыли и влаги проникновения такая камера выравнивает давление какая мембрана выравнивает соответственно внутреннее и внешнее давление осуществляет вентиляцию корпуса даже если в корпус каким-то образом попадает влага то за счет внутреннего тепла излучения тепла она вывезет с паром за за пределы корпуса и обратно уже пойдет так как влага попасть может было только в газообразном виде пара состоянии пара камера комплектуются уже встроенным интегрировано коммуникационным боксом предыдущих версиях он имел крупную форму сейчас эта версия опциональная и камеры все поставляются с такими квадратными коммуникационными боксами что достаточно удобно металлические боксы у них несколько вариантов вода кабеля это непосредственно снизу сбоку вот так же есть возможность виза вести кабель со стороны стены камера доступна в различных исполнениях это два три четыре пять мегапикселей ну и соответственно три варианта фокальных объективов следующая камера это 4к цилиндрическая камера по всем основным характеристикам они очень похожи с предыдущие с предыдущим вариантом единственно чем они отличаются чем отличается соответственно объективом и разрешением 8 мегапикселей соответственно разрешение 4k применяется она в условиях когда необходимо детализировать детализированное наблюдение за большими площадями тем самым мы получаем высокую плотность пикселей вот на метр и соответственно качественно детализированное изображение также в этом году появилась цилиндрическая камера с автофокусировкой форм-фактор этой камеры абсолютно аналогичной двум предыдущим по размерам по габаритам по комплектации как я уже рассказал коробка у нее существует доступна в двух вариантах а и б верхнем левом углу слайда вот по умолчанию она комплектуется квадратной коробкой версия а при желании может комплектоваться версии б в этой коробке располагается непосредственно кабельная вот и соответственно считается монтаж подключение кабеля что его что они доступно плане объектива объективные 5 и 64 метра это 12-кратный оптический зум с фокусировкой где это при где камера может применяться камеру применяется в основном а задачах наблюдения за удаленными территориями или объектами для того чтобы не тянуть куда-то далеко кабель и тянули соответственно не делать какую-то точку включения непосредственно возле того места где требуется наблюдение а из доступного достаточно удобного места осуществлять наблюдение вот благодаря наличии функции стабилизации изображения мелкие какие-то вибрации могут быть подавлены не влиять на качество изображения камера оснащена красной подсветкой второго поколения смартфер 2 управляемый в отличие допустим от серии камер серии мини здесь достаточно далеко достаточно большое расстояние это инфракрасная подсветка обеспечивает порядка 80 метров она может обеспечивать подсветку также она защищена от проникновения внутрь пыли и влаги вот благодаря наличию этой в мембраны и соответственно защитой от погодных условий доступно она в различных версиях применяются с сенсоры 2 мегапиксельные 3 4 это я закончил рассказ о камер серии про единственную камеру которая который я не рассказал эта камера боксовая почему я не не рассказал она достаточно интересна тем что обладает автоматическим задним фокусом но у нее нет встроенного объектива объективы которые применяются то внешне объектив накручиваемые регулировкой непосредственно вручную под проект мы такие камеры можем поставить непосредственно на складе мы большого количества не держим какой-то заказ по характеристикам она абсолютно такая же как и все камеры серии про дополнительные разъемы вход выхода аудио контакт 485 интерфейс автоматического регулировка постройку фокуса на расстоянии сенсоры от 2 до 5 мегапикселей достаточно широкий выбор но на данный момент пока популярность не пользуется и так подведем итоги презентации чем отличается камера серии мини от серии про камера серии мини основная задача это организация видеонаблюдения как внутри помещений так и вне помещений различных форм-факторах они оснащены соответственно в основной своей массе фиксированными объективами за исключением двух моделей это всепогодная камера с трехкратным объективическим зумом и цилиндрическая камера соответственно с несколькими вариантами со временем они модернизируются со временем они постоянно становится все более и более интересными но допустим серия про чем отличается от наличием дополнительных разъемов таких как сухие контакты аудио входы аудио выходы достаточно широким набором опций также что интересно наличие птфе мембраны в общем это серьезные камеры для серьезных проект камеры серии мини основной цели на применение в небольших проектах для организации видеонаблюдения в принципе как я уже вначале говорил чем характеризуются эти камеры в отличие от своих конкурентов это высоким качеством изображения высокой светочувствительностью наличие широчайшего динамического диапазона до 40 различными вариантами оснащение оснащения защиты такие как 67 к 10 принципе позволяет найти достаточно большое количество вариантов применения и основной особенностью является опять же это поддержка протокола си с возможностью реализации дополнительных кейсов таких как интеграция систем и телефон систем видеоконференц связи что может быть допустим плюсом каких-то решающих интересных проектах когда вы можете донести заказчику допустим с нашей помощью о возможности такого там решения возможность демонстрации такого решения соответственно поднять наши свой рейтинг перед заказчиком на этом все если есть вопросы то задавайте если вопросов нет то ставьте минус и в любом случае по всем возникающим вопросам относительно относительно продукции маял сайт просьба обращаться мать к непосредственно ко мне зовут меня сергей мой добавочный номер 202 220 вопросов нет я правильно понимаю ну что ж всем спасибо большое за внимание следующий раз более подробно расскажу о камерах поворотных и по самые интересные камеры панорамный это фишай камера на нее требуется достаточно большого количества времени но она очень интересно всем спасибо всем до свидания спасибо 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 ť и спасибо и